Внимание, внимание, дорогие друзья, уважаемые любители и поклонники картинга. Только что мы завершили трансляцию первого финального заезда в классе микро, который состоялся вчера, 9 июля, на трассе картодрома Атрон, что находится в Рязани. И сейчас мы с вами увидим старт второго финального заезда в классе микро. Класс микро, второй финальный заезд, дистанция 6 кругов. И сейчас развернется самая, наверное, непримиримая борьба за победу по итогам рязанского этапа. Это уже четвертый этап Академии Российской Автомобильной Федерации по картингу. И самые юные участники, но самые боевитые, обладатели настоящих спортивных характеров, сейчас сойдутся в этой непримиримой схватке за победу, за призовые позиции по результатам второго финального заезда. 9 июля 2016 года. Это было вчера, но это было красиво. Итак, дамы и господа, последнее наставление руководитель гонки Игорь Анатольевич Кравченко дает своим подопечным, самым юным пилотам наших соревнований. За них переживает огромное количество болельщиков, их любят, их знают, их поддерживают родители, тренеры, механики. И, конечно же, мы будем внимательно следить за ходом борьбы в этом заезде. У каждого своя задача, и ее нужно решать оперативно. Еще раз напоминаю вам, что пока по итогам трех этапов, которые состоялись в Услабинске, Ростове-на-Дону и в Зеленограде, лидером сезона является Дмитрий Матвеев, который победил буквально на ваших глазах, вы все это видели, запись вчерашней первой финальной гонки. Он победил красиво, достойно, и я думаю, что сейчас мы будем переживать за этого мальчишку из Новосибирска. Соперники у него серьезные, с каждым стартом, с каждым этапом они набираются опыта и мастерства, а характеры закаляются, как сталь. Друзья мои, команда «Заводи и поехали!» И сейчас мы с вами увидим участников второго финального заезда в классе «Микро», который состоялся на трассе картодрома «Атрон» вчера, 9 июля. Состав участников заезда. Дмитрий Матвеев, Новосибирск, первая линия, рядом с ним Георгий Микитюк, Ростов-на-Доно. Далее Даниил Васильев из Санкт-Петербурга, Герасим Куланов из Братовщины, Максимилиан Попов из Сочи, Марк Маклаков из Москвы, Николай Проценко, еще один представитель столицы, Константин Крапин, Фрязина, Герман Фатеев, Екатеринбург, Егор Проскурин из Тольятти на 10-й позиции стартовой решетки. Андрей Некандров из Санкт-Петербурга на 11-й позиции, Владислав Ефимов из Воронежа, Богдан Лабутин, город Пермь, Александр Голубев, Санкт-Петербург, Марк Козяев, город Серов, Тимур Ерманов из Воронежа, Олег Нудьга из Краснодара, Михаил Водянек из Ростова-на-Доно, Федор Ханжин из Дмитрова, Сергей Лунин из Армавира занимает 20-ю позицию. Друзья мои, старт с места, готовятся пилоты занять свои позиции на стартовой решетке и ждет их здесь на линии старта руководитель гонки, главный судья соревнований Игорь Кравченко, город Екатеринбург. Второй финал, второй финал, класс микро, дистанция 6 кругов. Последние мгновения перед стартом. Поехали! Ну вот отсюда, с высоты административного здания Картодрома Атрон, было видно, как уверенно пошли вперед представители класса микро, как рванули с третьей линии стартовой решетки соперники нашего лидера Дмитрия Матвеева. Пока он во главе Пелитона, вплотную к нему практически с отставанием какие-то доли, сотые доли секунды, Георгий Микитюк, основной соперник по первому финальному заезду, поэтому мы вправе ожидать от этой парочки решительных действий. И, кстати, как же так, Георгий увлекся преследованием лидера заезда и пропустил, пропустил, буквально проспал Даниила Васильева, пилота из Санкт-Петербурга, который воспользовался таким шикарным подарком и промчался по большому радиусу на вторую позицию. Друзья мои, заезд продолжается, дистанция невелика, всего-то навсего шесть кругов, поэтому все нужно здесь делать очень быстро и оперативно. Шесть кругов пролетают стремительно. Лидер заезда Дмитрий Матвеев в атаку на вторую позицию идет Георгий Микитюк. Проспал, конечно, он наступательный порыв своего соперника Даниила Васильева. И сейчас, конечно же, постарается наверстать упущенное, постарается вернуть себе вторую позицию. А пока с отставанием в 34 сотых секунды Васильев на второй позиции, Микитюк на третий, Скуланов на четвертой. Шестую позицию занимает 35-й номер Марк Маклаков из Москвы. Седьмая позиция у Проценко, восьмая у Фатеева, на девятой у нас... Ага, друзья мои, уже на втором круге лидеры заезда. На втором круге Дмитрий Матвеев и его преследователи Васильев и Микитюк. Крупным планом на ваших мониторах талантливый мальчишка из Новосибирска. Но подпускает он к себе достаточно спокойно. Он контролирует ход заезда, поэтому в любой момент Дима может ускориться, может прибавить резко. Но вот сейчас слегка расслабился, и поэтому приблизились к нему и Васильев, и Микитюк. В районе пятого поста сейчас начинается борьба за вторую позицию. Георгий Микитюк старается прорваться на свою законную, казалось бы, позицию по итогам первого финального заезда. Но тем не менее, представитель Санкт-Петербурга Даниил Васильев удерживает вторую позицию и не позволяет прорваться вперед своему сопернику. А сам тем временем начинает атаки на позиции лидера заезда. На пятнадцатую позицию у нас смесился двенадцатый номер Михаил Водяник из Ростова-на-Дону. Ну а двадцатку участников заезда замыкает сорок пятый номер. Это Сережа Лунин из Армавира. Уже на третьем круге лидеры гонки, лидеры заезда. Преодолен экватор, конечно же, мы сейчас будем внимательно сидеть прежде всего за тройкой лидеров, за тройкой беглецов, которые, ой, как интересно, вы все видели сами сейчас. Точно так же, как и Георгий Микитюка обошел, обошел сейчас Васильев. Даниил Васильев на позиции лидера. Все-таки проспал эту атаку Дмитрий Матвеев. Бросаться в погоню можно и даже нужно. И вот сейчас у нас разворачивается жаркая схватка за лидирующую позицию. Слегка, слегка задел он Васильева, возвращает себе позицию лидера и, расстроившись совсем, Даниил пропускает вперед и своего соперника из-за Ростова-на-Дону. Да, на второй позиции вновь Георгий Микитюк стартовый номер 17. 35-й номер Маклаков. Да, друзья мои, Марк Маклаков замыкает пятерку лучших, а вслед за ним Попов, Проскурин, Крапин и Фатеев. На девятую позицию поднялся 90-й номер Герман Фатеев из Екатеринбурга. Десятку лучших сейчас замыкает 57-й номер. Это у нас никто иной, как Николай Проценко из Москвы, номер 57. Ну, а борьба в стане лидеров не прекращается ни на секунду. Вы смотрите, 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 как раскочегарились эти трое. В любой момент любой из этих бойцов может решить задачу победы в этой гонке в свою пользу. Пока Дмитрий Матвеев контролирует действия своих соперников, оглядывается, в нужный момент прибавляет. Самое главное, чтобы не проспать атакующий маневр со стороны соперников. Вот, смотрите, смотрите, смотрите. Даниил Васильев прорывается на вторую позицию. Сейчас в районе пятого поста. По внутреннему радиусу Даниил Васильев, представитель Санкт-Петербурга, прорывается на вторую позицию. И вновь Георгий Микитюк у нас оказывается третьим. Нет, вернул, вернул свою вторую позицию Микитюк. Вот такие сражения у нас уже на финальном круге. Лидеры и лидер сезона Дмитрий Матвеев рвется вперед без страха и упрека. И вот сейчас-то он уже решил не дожидаться финишной черты. Он решил заранее, как следует, прибавить и не допустить атаки со стороны ростовчанина. Дмитрий Матвеев на позиции лидера. Георгий Микитюк на второй. И как ни старался Даниил Васильев, представитель Санкт-Петербурга, только лишь третий. Последние метры заезда, последние метры дистанции. И тройка лидеров с первых метров заезда, с первого круга заезда, введшая борьбу бескомпромиссную. И я сейчас считаю, что в принципе достойный результат показывает лидер сезона Дмитрий Матвеев, победитель наших соревнований. По итогам двух финальных заездов Дмитрий Матвеев из Новосибирска стал победителем, набрав 90 очков в копилку. На вторую ступень педестала почета поднялся Георгий Микитюк. На третьей ступени оказался Даниил Васильев из Санкт-Петербурга. У Георгия 73 очка, у Даниила 59. Четвертая позиция, я вам напоминаю, у Герасима Скуланова из Братовщины, набравшего 50 очков. Итак, по итогам заезда Дмитрий Матвеев победитель, всего лишь 0,7 секунды уступил ему Георгий Микитюк. Даниил Васильев финишировал третьим. А далее Герасим Скуланов, Максимилиан Попов, Марк Маклаков, Егор Проскурин, Герман Фатеев, Николай Проценко и Константин Крапин, замкнувший десятку сильнейших. Это по итогам второго финального заезда. Вслед за ними Владислав Ефимов, Андрей Никандров, Богдан Лабутин, Александр Голубев, Марк Козяев, Михаил Водянек, Тимур Ерманов, Олег Нудьга, Федор Ханжин и Сергей Лунин, финишировавший на 20-й позиции. Итак, дорогие друзья, у нас сейчас на трассе картодрома Атрон перерыв и мы готовимся к началу второй серии финальных заездов. Сегодня, 10 июля 2016 года, мы завершаем соревнования очередного этапа чемпионата и первенства России по картингу, которые проводятся под эгидой Министерства спорта Российской Федерации, Российской Автомобильной Федерации, Комитета картинга и Академии Российской Автомобильной Федерации. И нас ожидает интереснейшее сражение на стадии вторых финальных заездов. Начнутся эти схватки с класса мини в 14 часов 20 минут по московскому времени. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok